Это мой любимый трек играет сейчас Будешь знать, моя любимая группа Ребята, проснулся, как всегда В 5 утра, смонтировал влог Сейчас где-то 11 утра 10.45, если быть точнее Смонтировал влог, думаю, сегодня сделаю 4 влога За день и завтра 4, потому что это всё, что я отстал Чтобы с понедельника уже свежие влоги были Потому что график просто дикий у меня, адский И что я смотрю по сторисам? Валик и Колян уехали на стенсовую выставку машин Куда я хотел поехать ещё с весны Ещё в том году я Валику говорил Скажешь в следующем году, когда будет, я поеду с тобой Он дату мне назвал зимой где-то Но я забыл, я каждый день монтирую Голова настолько забилась сильно Что я просто забыл И смотрю в сторисах Валик поехал отдельно И Колян поехал отдельно И никто из них мне даже не предложил и не напомнил Вот такие вот друзья у меня, Маш У меня нет друзей Посмотрим правде в глаза Нет у меня друзей Есть друзья, есть ребята с общими интересами И разными И то они редко совпадают Очень частично совпадают, скажем так Ну вот и даже совпадает у нас взгляд на машины Общий интерес любителей машин у нас есть И никто из них не предложил Я подумал, что сегодня выставка Ехать туда 7 часов Я приеду только под вечер Если сейчас выехать Но я всё равно поеду, потому что завтра тоже будет выставка Хотя бы на один день И нафиг этот монтаж Отдохнул Внезапное решение такое Прямо только что решил Мы поехали с Машей на базар По продукты И на рынок я только что решил Ещё больше влогу Только осталось решить Алё Алё, привет Алё, ты жук Чого? Ты поехал на плай? Да А чё ты мне не сказал? Я тоже хотел поехать, я забыл про него вообще А ты поехал бы? Ты такой же жук, как Валик Я хотел поехать, я два месяца собирался поехать на него Просто я забыл Из-за монтажа, я тупо забыл эту дату Блядь, я думал тебе звонить, але Але не подзвонил Ты не поедешь сюда Хоть бы нагадал бы меню Таке, блядь, хуйня, нахуй я сюда ехал, блядь Что там не интересное? Блядь, ты проебашил, блядь, 427 километров То есть хуйня, ебана Что там нема машин нормальна? Что там есть, а толку с них, блядь Как они просто на подлозе лежат и все, блядь Ну да, понятно Понятно, чуешь, то может я сейчас приеду, чую То давай я сейчас приеду Как хочешь Ну, если я сейчас выйду, то я вечерин буду А какая дорога, куда ехать? А куда ехать, через Львов или через Тернополь? Что-что? Через Львов выехали, чи через Тернополь? И через Львов Я понял, бо мне в Тернополь байк в ремонт треба сдать Там погана дорога Чи чему музыка, сука, ебана Влог не мала, а авторское право будет, да? Ну, надо говорить во время музыки, да, чтобы не было авторское право Что глупо? Ой, блядь, еще так спать хочу, тупо На сутки встал, ты сюда ехать и шесть годин десь пять А когда ты встал? Я выехал, я выехал в четыре часа ранку И приехал сюда двадцать минут назад Йо-майо, жестко Ну Если не искал, то все Тебе сюда нема смысла ехать Та я думаю прокататься, все равно скучно Не скучно, а я буду на завтрак Давай через ехать, а тут два дня не буду Ааа, я думал на завтра проехать, типо Не, я буду на там ехать Маша отпрашивается маму поехать в Карпаты Сейчас одиннадцать часов И я подумал, что... Миш, а я на кофе каких оставляю? Да, моя мама вечером с работы придет За котами посмотрит Я нашел... Мама стала как раз в выходной С работы Короче, едем в Карпат А че нет? Прям решили здесь десять минут Круто, круто, что Есть с кем поехать Что Маша вот так вот спонтанно может Потому что я никогда не мог найти с кем Спонтанно поехать Ну забыл, реально я хотел запланировать эту поездку Но забыл И вот только что вспомнил И уже фестиваль идет с вчерашнего дня Сегодня второй день, завтра последний Я думаю, почему бы не поехать хотя бы на последний день? А почему бы нет? Все, мы в спешке забежали Скупились тут два пакета продуктов Завалили меня пакетами Продуктов И у нас 11.24 24 июля Это все не нам, а маме Потому что мама будет за котами смотреть Два дня жить у меня Вот, ребята, извините за срочание Видно, что я купил За жестикери, что не было время куда-то положить Ну вот, что мы купили Ну, короче, там видно Все И оставляем мультика на маму Мультик, надеюсь, никто Тебя не покоцает Не укусит Апсесс опять не будет Посуду тоже, что вставляем на маму Все Едем Так, сейчас 12 часов дня Я пью чай Вместо завтрака С булочкой Хоть я уже 3 дня нормально пытаюсь Но сегодня булочка Спешка Все, Маш, подъезжаем до Франковска Где моя подушка Под задницей Подушка с задницей Подушка с задницей Это бежнормально у вас подушки Ну, сейчас Франковск, Маш Сейчас начнется Все, сделала разминку? Разменялась У меня уже спиночка Ну, все начинается веселье В Франковск Привет Нужно аварийку по входу включать А то что-то стрёмное Так лучше Смотри Смотри Сейчас начнут все Пригонять Сними что-то из них Дорогу Ребята в Франковске Почините дорогу Мы с КамАЗом вровень едем Только на правой полосе Привет Фотку? Давай сюда Хочешь сфоткаться? Угу Как тебе? Ё-ма-а-а Ой, цепанул, да? Нет Звук глушителем цепанул Да Ну сюда Сфоткаемся Круто Респект Давай сфоткаемся Да Давай еще ехать Да Да Пойдем на флай Да Спасибо Говорит, как раз хотел меня встретить Да? Не встретил, да Все влоги смотрят Смотри, какая жесть, да? Надо в ходу ТВ снимать Зачем? Ну, как трусит Чтоб видно было по тебе, как ты трусишься Мы сорок едем Это, кстати, еще нормальная Минимальная скорость для города О, блин, думал в яму попадем Ты знаешь, что Куча людей едут Отдыхать Нам бывает что-то пробить дорогу Ё-моё, какая колея, видишь? Нет Этот фур, походу, выкатали Я боюсь с глушителем сесть на такую штуку Поэтому еду по двум горбам двумя колесами Ох Камера полносится? Бляху Давай понимать Не-не, скажешь, когда будет поворот Так Ебой Что, Маша, готова? В программстве прямо обозначает Две тут ямы Обознано Одна большая Это дорога Давай, вот, вся Ты обозначив Да, это вся дорога Это одна большая яма Мы сейчас еще приближаемся Это начало только Я тут еще еду 50 Сейчас полицейский О, все, 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 все Тут уже сейчас начнется жесть Давай гоняешь, не? Я не могу справа ехать, блин справа ям еще больше это буквально часто километров 10 это единственное что останавливается ехать на польских бляхах поехал чувак завонял всю дорогу о, еще один им просто себя выгодно на западной украине границы рядом с польшей, с румынией, еще с чем-то и они гоняют эти тачки старые те что уже в утиль должны сдавать в европе они их используют в Украине и поэтому въезжаешь в Карпат и хочешь подышать тут чистый воздух а вот эти машины все загрязняют у меня тоже не электрокар, но у меня чистая машина которая не воняет с 16 года кстати влетели в яму очень большую, больше чем у нас люки в городе но я в этот момент уехал, думал пробил колесо, но въехал в край ямы посмотри латку положили, кто-то возле своего дома 20 метров положил и дальше нет дороги опять смешно ой бабочку, а не они сбили, я отормозился я сегодня на большой скорости, ребята, перед бабочкой отормозился перед дневной бабочкой перед дневной, да начинаем вот тут 30 км в час, в принципе, все равно жестко, нужно еще сбавлять скорость долго будем ехать ну давай вгоняй, ну ё-моё я ждал дорогу вправо, не хочешь как хочешь еду по ямам, даю дорогу, а он не вгоняет нас ооо, все, смотри блин, это на айфон нужно сегодня так, едем тут очень медленно блин, айфон, снимешь на айфон на свой? в ютуб на ми? да, сними а че на ми? я не знаю даже как это ехать в историю ты ходишь? не, 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 так, витуб с селеднищем, бля а какая дорога, куда ехать? охуенно в историю ты ходишь? не, 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 так, витуб с селеднищем Wäh ёбаный бро вот это мы сели нормально блин надеюсь, что я вырулим anymore бля Бля, это жесть. Просто даже не знаю, как тут ехать. Тут везде наплывы, как вы одевали. Вот такой, как справа наплыв, ребята, был по центру. Две колеи я, поэтому наехал так. Уезжаем вот сюда. Смотри, местные тут гоняют. В этой дороге прям. Привет. Пыщет, наверное. Ребят, только что встречка ехала. Вот выехали на нормальную дорогу. И камень вылетел со встречки. И пробил нам лобовое стекло. Офигеть, да? Ой, блин, Сурон сломал, Колян. Тут еще лобовуху побил какой-то чувак. Главное, что не я ломаю, а все ломает. Выехали на широкую, новую, красивую дорогу. Вот теперь кайф. И горы приближаются уже к нам. Эта дорога плохая меня вымотала так, что за весь путь так не устал, как за минут 20. Очень много стресса было. О, это их полоса, оказывается, да? А то нет разметки. Я иду по центру дороги. Подъезжаем. Я рад, что вырвался. Знаешь, почему можешь? Почему? Потому что, когда ты едешь за рулем, ты смотришь на машины, на номера. Бывает иногда зеркало боковое, заднее. И разрабатывается глаза. Вот поэтому я рад, что вырвался, потому что болели глаза. Очень сильно замонтировался. Как раз на два дня. О, окей, ам. На два дня то, что нужно, отдых. И потом вернуться к работе. А, я тут выйду. О, я выехал на попрямую. Крутая дорога, потом кусочка нет. Или мост не наделали, например. Для моей тачки тут Райк. Добрый день. А тут я объезд по нормальной дороге? Сюда не можно ехать. Это только кто проживает. Ну я в Буковель. Вам туда. Что случилось? В связи с чем перекрыли Буковель, не понял. Перекрыли дорогу в Буковель. Первый раз слышу, что сюда есть дорога. Если моя тачка тут не проедет, придется разворачиваться и ехать на выставку эту машину. Потому что мы с Машей спланировали поехать в Буковель на день, а потом уже попасть на выставку машин. Подписчики сходят с ума, ребята. Сзади идет бус и сигналит тупо. Привет! Доехали наконец-то. Смотри, что после ямы. У нас вылезло. Две ямы попали. Капец, просто стекло-то, конечно, жалко, правда, реально. Но есть стекло. Стекло разбили, ребята. Вот. Капец. И повылазили зазоры после ямы. Этот Буковель ехать такой. Если в следующий раз Uber закажем. Мухи. Мойки тут нет. Да, мухи. Жалко муху, что ты делаешь. Ладно, идем заселяться. Это ты второй раз в Буковель... Ой, в Буковелье первый раз, в Карпатах второй раз. Да. Ты говорила мне историю прикольную, там, как вы первый раз ездили в Карпат, расскажешь. Да, нет. Не прикольно. За пять секунд. Неинтересно. Ты с классом ездила в каком-то году, и вожатая вас, это, учительница закрывала все двери. Да, мы поселились в деревянный домик, и там было слышно очень. Каждый наш шаг. И нас просто позакрывали в разные комнаты. и на замок закрыли. В общем, очень... И мы не могли выйти. В общем, вас учительница позакрала в номерах, и все. Но тут не деревянный домик. Тут можно шуметь. Никто тебя не закрает. Так что все. Заселились в Радисон Глу. Какой холл видела? Да, очень красиво. Я в таких мажорных отелях никогда не был. Хоть деньги позволяют. И нам апгрейднули номер с четырех тысяч гривен. Дали за семь тысяч гривен. Ну, то есть я не доплачивал. И это с маленького на семейный поменяли. Но второй этаж, к сожалению. Блин, второй это низко. Из-за этого они, наверное, нам дали, потому что все высоко заняты. Ну, ладно. Зато семейный номер будет большой. Хотелось в семейный номер. Я хотел сверху где-то в семейный номер. Ну, я знаю. Это что? Я тут просто не знаю. Это что? Там. Главное спать, наверное. Удобнее. И сейчас будем заезжать на подземную парковку. Это очень круто, потому что ты с нее можешь подняться внутри с лифта сразу в номер. И не нужно с улицы заходить. Еще есть самокаты там, велики при входе. И можно поехать вниз. Этот отель, кстати, находится на вершине горы. Получается, это самый высокий отель в Букавеле. И тут вид будет открываться. Крутой. Так. Первый раз я буду засовывать карточку. Я пикал, а тут надо засунуть. Как я в метро. Ой, я плохо заехал. Так, сюда или нет? Или я не выкупаю куда-то? Стрелкой вперед. Вставьте вытягивай карточку всей стороной донизу. Вот так вот. Ну и что дальше? Может на кнопочку мышь? Да. Пусть ей высути быстро. Раз, два. Быстро нужно? Хорошо. Спасибо большое. Раз, два. Стрелка вперед. Дай-ка, дай-ка мне, друг. Дай-ка, друг. А ну дайте. Что-то у вас не работает. Все работает. Заду вперед, да? Спасибо большое. Стрелка вперед, да? Стрелка вперед. Не, я стрелкой назад водил. Смотри, стрелка, вот, видишь? Тут большая парковка, пипец. Сейчас выхлоп громкий мне, скажем. Хочется аж газу дать. Или стрелка наоборот. Я что-то подумал, что... Покажи, покажи, как надо встал. Ну вот надпись, видишь? То есть вверх ногами. Ты на надпись в чьей застрялка дуешься? Маш, мы застряли на парковке. Куда нам идти? Куда? Ты уверена? Потому что там какой-то склад. О, он приехал тут. Это так странно, что ты приехал, знаете? Да. Я думаю, что ты не спрашиваешь. Запрогайся, ты встал. Сейчас, в надзвучайной ситуации. У нас... Надзвучайно встал. Да, у нас надзвучайная ситуация. Миша, не смажешь. Надзвучайно. Надзвучайно у нас встал. Звучайно. Калаба. Второй этаж у нас. Движка. А? Тепло так, подсветка прикольная. Второй. Ну смотри, как VR. Слезы, можно было VR с собой взять. Да, у меня сейчас начнёт кружиться голова. Я не знаю, вроде мне пишут. Тут бар. Бар. Джек Дэниелс. Хочешь Джек Дэниелс уже? Ммм. Вставить и выйдем сразу. Все, Маша уже началась. Ух ты, я что-то... Простерок. Мы... Мы ничемы, снова попросим. О, вид конченый. Ну да. Да, да ну, типа, отстой вообще. Да пиздец, самый хуевый номер нам дали. Миша не блогер, а такой номер конченый. Да вообще нормальный номер. Так, вида нет, я ради вида сюда заселился. Ну так вид будет завтра. Хе-хе-хе. Карточку вставь. Не работает ничего. Да будет свет. Не, я ставлю. А че так мало? Оставить нужно. Зачем? Ну просто пусть стоит, чтоб все работало. Ой, какой-то отстой вообще. Ребят, я недоволен. Пусть номер и семейный, но мне лучше меньше в три раза. Но зато с нормальным видом. Душ. Странная комната. Света мало как-то. Где еще свет? А, ну раз нажимается, все. Маловато свет, правда? Темно здесь очень. Можно в первую раскрыть. Она ничего не даст, мы в подвале живем, смотри. Вид в подвале, ребята, никогда не берите такой номер. Рецепшн прям под нами. То есть смотреть, как люди заходят в номер. Ну такое себе удовольствие. Я хотел вид на горы. Живем в подвале. Пиду на рецепшн, спытаюсь и поменяюсь. Мне реально, ребята, не нужен эти метры, квадратный номер. Можно маленький. Мне главное вид. Еще и в горах хочу хороший вид. Ладно, сейчас спросим, или дадут номер с видом. Дурацкой системности карточка на магните прикольный. Очень. Сказал, что это был последний номер, что я забронировал последний номер. Ну, выходные как раз. А я обычно по выходным не езжу, это спонтанно получилось так. Это был последний номер в плане того, что я взял маленький последний. Она нам дала семейный последний, ну, типа апгрейд сделали. Потому что мы позже приехали, наверное, уже никто не заселяется. Ну, все, и нам поселили чувака, который ссорился, что тут концерт будет. Отсюда прям за стенку. Тут был пустой номер. Так что ему будет ночью другой концерт. Еще есть маленький последний. Тут, тут, тут. Говорит, что я последний маленький забронировал. Но я не понял, я же брал вид на горы, наверное, он тоже здесь, значит. Ну, типа, что она тебе надала, вот, значит. Ну, да. Ну, она сказала, я бы с удовольствием вам дала, но не дам, потому что нет. Пошелом на есть радио. Хочешь сесть в Ланер? Да. В купальнике сядешь? Буду тебя крутить это так. Прикольно. Такая бандура, конечно, большая. Но зато телек можно развернуть и туда, и туда. Ну, да. О, мой любимый момент. Ох, какая постель. Она хрустящая. Реально хрустящая. Не такая, как в этих отелях, что я раньше был. Хоть там была крутая. Стоп, почему диван ездит? Ну, что, на колесах? На колесах? Нет, диван ездит. Он не прикреплен. Маш. Он не прикреплен к стене, и он как будто сломан какой-то. Странный диван. Ненадежный вообще. С домашью. С домашью. Кто-то выбросил этикетку, фантик, бумажку с подмораженного. Тут парк, да? Да, да, тут стоит, бачка. Тут стоит? Да. Зачем там? Наклейка тут. Она у нас еще для следов. Для следов наклейки? Может, для того, чтобы показать, где выход? 17 человек, мать, ну, прикинь сюда, 17 человек за пустой. Вышли на прогулку. Вот седьмой подъемник. Семый, хочу сказать, всегда на украинском. Так привык разговаривать. На украинском, что не могут учиться. Седьмой подъемник. Маша вышла со мной. И все, прогулялись. Такие моменты. Больше всего хочется здоровый нос. Потому что чувствуешь этот воздух чистый, но на процентов 5 я чувствую. Мне весь воздух, Маша говорит, очень пахнет. А мне весь воздух, как один запах какой-то, как пыль в носу. И он просто нет запаха сосны даже. Хоть это лес Карпата сосновый. Тут прям, наверное, сосновый запах сосновый, да? Ну, я бы не сказала, что прям чувствуется сосновый запах, но воздух очень свежий. Я только влагу чувствую на своем теле, и все. И реально холодно. Холоднее на градусов 10, чем у нас. Это очень круто. Спать, наверное, очень будет хорошо. Все подано. Стульчик подан, Маша. Потом Малый будет ехать, споткнется на сноуборте тут. Лишь бы не было медведя, правда? От него не убежишь просто. Сотка тебе наскать. Еще с утра были в Ровно и пошли за ягодами. Просто магазин. А в итоге семь Карпатых вечером. Прикольно, да? В итоге мы пошли в магазин, чтобы не закупиться, ягодами, чтобы закупиться в поездку. Сразу. Я к чему веду, что нужно, ребята, жить в кайф, делать то, что хочешь. Я захотел поехать, и поехал. А че нет? Должен был монтировать. Два дня сидеть дома. А так два дня побуду в город. Пришла сегодня для тебя такая же, ну все, Маша, я занятый. Надо, чтобы ты сидела в магазин, купилась. А я буду монтировать. Сколько ты в логике сказал? Хотел сделать семь штук, по-моему. Я отстаю на семь штук за два дня. В итоге забил просто, поехал в город. И восьмой снял уже. Вот, ребята, поднялись на самый верх с Машей. Тут прикольно, можно с крыши прыгать на велике или сноуборде. Видишь, что-то штуку? Знаешь, что-то такое? Что? Ну, гадай. Ну, я не знаю откуда. Это, короче, когда лыжник едет, если он там что-то нарушил, это шлагбаум не восстанавливает. Это так Рома сказал Ине. Ина, ого, сказала, блин, не буду нарушать. А что-то на самом деле. Ну, ты угадай, что это может быть, если не шлагбаум. Я не знаю. Ну, вариантов немного, на самом деле. Посмотри наверх, и видишь. И поймешь сразу же. На кончик. Посмотри, и поймешь. Ну, видно, видишь? Видишь? Ну. Ну, я не знаю. Ну, предположение хотя бы. Ты не буду говорить, потому что сейчас скажешь, что я тупа. Ну, давай. Скажи. Нет, ты скажешь. Не, ну ты скажи, я скажу, или тупа, или нет. Я не разбираюсь в этих технологиях. Вот это технология. Ну, что, это не есть. Ну, угадай. Да я не буду. Я скажу тебе сразу правду. Нет. Я не буду шутить на тобой, как Ромера Снадына уже несколько лет. И надумать, что это шлагбаум. Это освещение трасс. Ты тоже так подумал? Это пушки, с них снег сыпется искусственный. Нет, все это плавно. Что? Как думаешь, что я пошутил насчет того, что это освещение, или насчет того, что это снег искусственный сыпется с пушкой? Ну, один вариант правильный. Ну, скажи. Ну, не убегает камера, что за тобой бегает? Говори. Свет или пушка? Что это такое? Это пушка. Ну, правильно. Зачем? Свет вообще. Свет зачем? Свет тоже нужен на трассе. Ну, типа, зачем тебе светы сверху какие-то еще? Ребята зашли в лес. Точнее, я отвел Машу в лес. Отвел Машу в лес? Пишите в комментариях, зачем я это сделал. Зачем я отвел ее в лес? С вами лог. Зачем я отвел ее в карьер? Да. Зачем я отвел ее в лес? Будет новый лог. Мы идем под подъемником. Это любимая трасса Ромирус. Там, где нельзя ездить. Ох уж это дома. Пока Маша чистит обувь, расскажу, что у нас в стоимость номера входит спа, бассейн. То есть там два часа, по-моему, бесплатно. Но я не хочу туда идти. Во-вторых, мы решили прогуляться вместо бассейна. Бассейн до десяти часов и спа. Это все бесплатно у нас. Но мы решили пойти под горку прогуляться вместо бассейна. И тут сразу какой-то ивент, мероприятие для... Закрытое мероприятие. Табличка стоит, там закрытый ивент. И вот кто-то, жители отеля, хочет зайти. Там панорама такая большая. И... О, ссорится с охранниками, смотри. Чувак, Маша, руками машет. Потому что он платит за отель, ну как и я. И там панорама видна, весь город, на все горы. И типа ты платишь четыре куска за номер, а в итоге там кто-то снял террасу или что. Отстой. Запах приятный. Приятный? Угу. У меня тут уже запах ассоциируется с какой-то некомпетентностью. Их не нравится мне. Тут уже в этом в Радисоне. Ну реально, крутая терраса, видно все горы. И хочется пойти с Машей так вечером посидеть там. И что-нибудь покушать. А в итоге ты должен сидеть в номере или идти куда-то вниз. В сам Буковель, потому что тут закрытый ивент. А приходишь в номер, тут вид на какую-то залупу. Короче, мне вообще не понравился этот номер. Ребята, мне советую приезжать в выходные, как минимум. Потому что это из-за выходных. И плюс, там какой-то кроме этого ивента, кроме корпоратива, там еще таблички везде. И листовки, что 24 июня или июля этого месяца. Я не знаю, как называется, лыпень на русском. Проходит еще какое-то мероприятие. То есть сегодня бамер, что такое? Что такое ключи? Не, я просто нажал. А, я нажал над диваном возле лампы включать. Выключи скам мамы, и это, я не знаю, что тебе встал, что-то... Так ключи. А, что-то на шарапчик, у нас есть везде это ключи? Я нажал один выключатель или включатель возле дивана. Это когда ложишься спать, нажимаешь и все выключается. Но это продумано. Некоторые моменты тут, конечно, продуманы, но в основном не продумано ничего. Например, это из-за того, что мероприятие и нам нельзя выйти. Ладно. Не продумано то, что освещения нет. Смотрите, как мало освещения. Ну, реально, что? А, я наоборот хочу включить освещение. О! Больше освещения, но вообще нет света. Очень мало. Не знаю, как вам передать. Как в моей хате. Ненавижу, когда нет света. Вот что это за полосочка? Кому это подцветить? Зачем это нужно? Вот эта лампочка, эта полосочка, там полосочки, там... Света вообще нет, реально. Ой. Все хорошо, что ты... Света деменератора. А тебе все нравится? Да. Когда платишь деньги, хочешь, чтобы соответствовало сумме, которую платишь. У нас семейный номер. У нас за 7 тысяч номер. Я заплатил 4 тысячи, да. Да. Я не жалуюсь. Но я хочу выйти на террасу, а там какой-то закрытый ивент. И нам дали с окнами в рекламный щит каких-то, которые кальяны вот там крутят. Еще открыл окно, и там кто-то курит прям возле холла, вот этот охранничек. Не открыл окно, и сразу дым заходит нам. Сигареты нам. Минусы. Минусы. Ну и второй этаж. Короче, дни минусы. Завтра переселимся. Хорошо, что на одну ночь. Да. Включил французский канал. Тут, как это называется? ЛГБТ? Е? ЛГБТ просто три буквы? ЛГБТ. Без Е, да? ЛГБТ пора. А... Салонка стоит. Возле туалета. Теперь, представляете, телевизор тут, картинка, а звук тут. Рэдисон Ким. А, блядь, давай ты тут будешь слушать, а я буду рассказывать о чем-то. Картинку передавать. Реально, только там динамики, тут нигде нет динамика. А че так? Странно, прудуло. Ты вышел с другой стороны? Давай бегать друг от друга. Ну, кто кого поймает? Я тебя поймал. Вот это единственный плюс. Большая площадь в номере. И прям рабочее место большое, чтобы йогурт выпить с крекером. Ноутбук зарядить, поставить. Очень много пространства. Есть где побегать, развернуться. Это очень круто. Реально, вот это плюс огромный. Вот это такая. Вот то, что колонки отели кота. То, что мало света, и то, что я уже сказал. Вот это весь свет в номере, чтобы вы поднимали. Правда маловато света? Да. А, и мало каналов, только французский, и там еще какой-то. Трамп Тим. Сделай тише, а то с туалета орет. А оно уже на нуле стоит. Капец, а как так? Смотрите, динамик на нуле. Только громче можно сделать. О, тут появляется звук. С туалета переходит сюда. Ну, добавь еще. А, это динамик, ты включаешь на телевизоре. Наверное, мы с тобой в село, деревне. Там, наверное, какой-то режим мы включили, чтобы играла в туалете. А теперь ты включила динамик в телеке. Ну, так лучше. Я думаю, кто-то это до нас сделает, а не мы. Французский канал у нас, да, и все? Больше нет никаких. Нет, еще, да. А французский учил в школе? О, TV5 Mon Dei Europe. Пусть будет. Это же для туристов в отеле. Заметила? Заметила? Тут больше туристов, чем украинцев. Реально, в этом отеле. Да, реально, всяких турков, всех хиджабов ходят. Арабов. Номер за 4 куска, а крекер за 10 гривен. Вместо ужина мы решили не кушать с вашей. На завтрак пойдем. Ты нашла? Вырубай, все, наконец-то нашли. Капец, а то звук идет оттуда, а с телека не идет. Но пока ты настраивала звук, я убрал изображение, не знаю как. Звук идет, изображение нет. Это как с вентилятором, новая технология. О, блин, прививают эту черную женщину. Смотри. В смысле, я негры на белых только говорю. Своим друзьям обращайся, подписчикам негры, потому что они белые. А на черных я не говорю, так-то что? Да, это ж Россия. Это то же самое, что белый белому скажет, ай ты, там, крипак, селюк. Не знаю, как украинцы еще обозначить, который там рабом был. Люди берут шприц в себя. Жестим, да? Это жестко шприц в себя сунуть. Берут шприц в себя. В совы. Если кто-то из моих друзей сделает эту привык, я буду говорить, ты вакцинированный. Ты бы обзываться буду. Вакцина хуже спида, ребят, вы че? Капец, я реально, если бы не посмотрел бы телик впервые за 15 лет, я бы не узнал, что есть этот вирус. Я думал, это все выдумано. Реально, даже на американских каналах, европейских. Ребята, есть реально вирус походу? Я думал, это все выдумано, типа, и люди притворяются там, или что-то там. Власть делает, власть делает. Маску не надеваешь на себя, свободный человек. То есть, свободным человеком лучше умереть рано, чем всю жизнь маску проносить? Как я его распространяю? Ну, можно быть зараженным и... Я не заражен, Маша. Как я могу быть зараженным? Посмотри на меня. Ты можешь не знать, потому что ты заражен. Да меня уже ничего не заразит. Я жесткий очень сильно. Я жестче диатого вируса. Это че? Мой иммунитет же стима, его уже убил этот вирус 10 раз. Так, ребята, первый раз в жизни пользуюсь такой штукой. Нашел, куда вставить капсулу. Маша тоже не знает. Такая глупая, как и я. Что умнее? Вот дальше. Воду набрал. Ну, вроде все окей. Вот это... Если красная, значит, мне кажется, горячая. Да? А, стоп, надо поставить кружку, правильно? И что дальше? С этой капсулы выделите. Оп. И теперь горячая. А, включить нужно? О, все. Мне кажется, за нами сейчас стоит наблюдать, а поугарает. Так что тут ехать. Удобно, что розетка рядом сидит. Плани удобства, комфорта. Тут очень комфортные такие ништячки всякие. И что, ждать, пока вода закипит? Ну, да. Тут новости по CNN уже идут. Я хочу успеть посмотреть, как старый герман, и все есть, и кофе взять. Мне кофе, чтобы че не пью. Что это сейчас? О, зеленый. Да, можно нажать. Значит, нужно что-то нажать. Маша, давай, и делай что-то. Нужно что-то нажать. Не-не, это уже зеленый нужно. Ну, так не надо, нажимай все это. Ну, зачем ты выключила? Почему оно не течет? Теки, теки. Теки. О! Крошка крутится. Что, что, что? Блядь! Отключаем. Все. Я отключил. Что-то они так сделали. Он описался. Он описался. Все, я не знаю. На этой ночи, ребята, я перестаю пить кофе. Хотел начать пить кофе. Мы не туда заливаем. Дивись, там обычный чайник спит. Просто, ну, типа, я не понимаю, что она... Чего она почула так выливать? Значит, мы не туда заливаем. А куда тут еще можно залить воду? Если не туда. А что она выливается? Можно вообще кисполомать? Может, кто-то сломал? Может, не мое? Ну, да. Вроде все так. Конечно, все так. А как по-другому? У меня бывает раз и по-другому. Все. Поломать не хватало нам все штук и вообще можно. А она тут так нагрелась. Это все оставить там. А капсулу эту вынимем или нет? А какие вынимем? Тяни. А не, оно горячее может не тянет. Сейчас, подожди секундочку. Ой, блин, я не знаю. Ну, там же... Ну, оп. О, целое. А нет, дырка сделала. Капает? Нет. Капнула вроде, нет? Короче, пусть оставим из дырка и трофей тут. Все, мы не научились пользоваться кофемашиной. Или как это, кофебарка называется? Кофебарка, да. Крупс. Ну, на этом закончим. Идем лучше помоемся ванну. Там ванная большая. Кто первый будет мыться? Ты или я? Ну, можем одновременно я в душе, ты в ванну. Одновременно ты в душе ванну? Ну, да. Или на бронзе? Ну, я вам наполню. Она большая. Тут можно даже вдвоем мыться. Жаль, что я с собой никого с пацаном не взял с кем можно. Что ты прятаешься там? Хорошо, что я снял этот номер. Можешь спрятаться от меня. Хочешь подписчики посмотрят этот влог. Я не знаю, как на парковку заехать. Стою, как дебил, карточку не той стороной. Тыкаю. Мы не знаем вдвоем, как кофемашину включить. Подумали, тут дикари ворвались. Это местная власть, по-моему. На самом деле, ну реально так есть. Просто не пользовался никогда этим, как и не знать. Загуглить нужно, в витубе посмотреть. Всем привет. Наверное, не какой вариант. Какие плюсы у капсулной кофемашины? Произошло очень быстро. Мы сделали все правильно. Только у него вода полилась, а у нас нет. А нет с молоком, как у чувака в обзоре. Молока нет тут в капсуле. Было бы круто. Я именно хотел вот такую. Так, он ставил вот эту штуку. Поставил кружку. Нажал. А, он сначала включил. Потом ставил капсулу уже. Непосредственно. Нужно это слово вставлять, чтобы все думали, что ты умный. Хоть оно не нужно. Непосредственно ставил капсулу. Зеленый. Выдавил. И все. И потом он просто взял, вот так включил, и оно приготовилось. Страшно взорвется, может сейчас, боюсь таких вещей, которые... Вот, потекло. Ну и в ту сторону. Ну и в ту сторону течет, ради Санглу. Почему течет вода вот отсюда, а не туда? Я по обзору сделал. Я тут раз точно все правильно. Это ради Санглу нам подогнали. Как я машину сломал? Что тут еще? А? Я хотел с утра попытки сделать. Сюда в вход ходишь. В банную. Носовочки. Кстати, вот это круто, потому что ни в каких отелях нет вот таких вот салфеток. Я с собой вожу, как дебил, сровно. Потому что шмаркаюсь ночью очень много. А тут есть такие в ванной комнате. Вот это круто, реально. Тут плюсов все-таки больше. Смотри, герои показывают. Белый мужчина в черной коже. Видишь, что я нашел? Что это? Что это? Это инструкция, как делать кофе. Воздух кофемашина лежала. Мы снизу что-то не так сделали. Боже, что листики, картины. Тут намного больше, чем в Ютубе у чувака, видишь? Какая? Все-таки мне неправильно сделали. Там снизу что-то вынимать нужно. Дно нужно вынимать снизу. Прямо в днищу здесь что-то есть. А нет, еще нет. Какое днище надо вынимать? Я предложил Маше вызвать мастера по кофемашине, чтобы починили. Блин, мы реально как маку завезли. Обезьянь. А Маша и таки предложила сделать это вот чем. Но я нашел еще одновременно инструкцию. Тут все-таки. Без кафе. Там в середине капсула. В середине. Что? Там типа... Простишь? Ну да. Дальше. Пленочка еще какая-то есть. Это же капсула. Да блин, можно было взять обычную капсу? Ты даже сказала, что капсула можно сделать так. Ну, можно было. Хорошо. Больше заморачиваться, но... Только без пленки, пожалуйста. Ого. Сколько? Ты любишь крепко? Нет. Половинка бьет, ой. Блин, мне кажется, оно не запарится, Маша. Без кофе-машин. Температура не та, наверное. Ничего-то у нас стремное. Все, я себе сделал, ребята, кофе, раз я в отеле. Раз в год, бывает, в отеле, раз в год можно сделать. Раз тут оно бесплатно стынет. Маша говорил, что с капсулой можно сделать. Ну, пусть и пьет с капсулой. Что там кричишь? Что там такое? Ну, это дырочка для гоупрофти как раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и Маше в душе будет больше. Чего ты кричишь? Что там? Как вырубить душ. Как вырубить душ? А что, не хочешь мыться уже? Передумала? Ничего, простой ты, я его вырублю. Давай зайду, гляну, я не знаю. Можешь выключить душ? Давай там льется холодная вода, с краской. Так возьму горячий постом. Я же говорил, ванну надо брать лучше. Если не умеешь душем пользоваться. Вот так вот, ребята, сейчас эти пляжи голые. Будем смотреть новости американские. А Маша пусть сидит в душе. Зачем идти в душе съесть, такая крутая ванна. Ох уж эта Маша. Может номер заказать, что-то покушать, кстати. Блин, это где она? Идея. Никогда в жизни ничего в номер не заказал. Вот, ребята, я только что проснулся. Маша принимает душ. Я жирный, как всегда. Но если выпрямить спину, то еще нормально. Сейчас сделаю разминку. На глаза ничего не вижу. Еще вот как выглядит с утра, наверное, нужно шторы открыть. Потому что сегодня солнечное. Ох, какие большие шторы тут. Офигеть просто. И вот какой вид. Это я вам вечером снимал. Какая-то малая смотрит. Смотрите. Спал, кстати, на удивление нормально. Сейчас хочу сделать разминку, потому что все абсолютно, что у меня есть, в теле заклинило после дороги. Я раньше каждое утро делал разминку, а из-за носа мне трудновато, но нужно делать. Потому что еще с дороги все просто, блин, просто жесть. Сплю я тоже так себе, спортом не занимаюсь. Только монтирую дома за компом, так что как есть уже, набираю вес. Лишний вес. Для того, чтобы я жирный, просто у меня как-то так пью по 2-3 литра воды, а в туалет не хожу. Ну что, сиськи. Есть. Вот, ребята, вход, обзор на номер быстро. Вот, два умывальника, чтобы умываться, полотенце, туалет опять открытый. У тебя кран не закрыт. Дальше полотенце, полотенце в ванну, отдельно душ. Сразу кровать и отстойный бицикл. Ну все, мы с Машей собрались и сейчас двигаемся на завтрак, а потом куда? Тачки посмотрим и вернемся в Букавель, снимем новый отель, который подешевле и с хорошим видом. Ну, нет тут вида, конечно, второй этаж, но в день тут лучше, тут светло. И вот продумано то, что Маша там вот себе занимается своими делами, а тут своими. Друг друга не видим, когда ходим в туалет, это круто. Все, мы с Машей оделись и идем. Столько всего, что я не знаю, что выбрать, я обычно с утра не ем. Я не знаю, что выбрать из каши. Что такое, Букавель, Боныш? Фреш на литию? Да, лук на литию. Бери мой. Так вот мой завтрак. Оливки, шампиньоны, картошка, хумус и сыр. Все по чуть-чуть. А у Маши... Что у тебя? У меня сырники, сметаны и фрукты. Ты не хотела что-то соленое купить сначала? Ну, взять соленое, а потом сладкое. Не хотела. Вот, ребята, я заплатил 100 гривен, что Маша сырника похавала. Пошли бы за 100 гривен, взяли бы сырники. Зачем все-таки стол тогда, если они голодные? Я еще себе овощи на фрукты взял. Я-то даже не доел. Маша не удержалась и взяла тоже то, что я. Мы решили с Машей не терять денег, еще и чай попить с десертом. Экономно. Мы едем чашечки. Что там, есть такой чай даже насыпной? Нам можем заварить прям, да, сразу? Вот наш десерт с Машей. Мы набрали, я сладкое вообще дома не ем. Тут набрал и крусаны, и супа фрукты, и кекс. Все. Кекс. Ты спишь? Осталось 2 минуты для выселения. Закроется номер. Давай быстрее. Блин. Это уже собран. Маша. Я почти, она из нее закроется. Извините, Ильза. Машинка нас возит. Красотка не подводит никогда. Заехали на бесплатный паркинг возле аттракционов. Сейчас пойдем покатаемся по горкам. Ребят, снимать не буду, хочу кайфануть. А потом просто эмоции Маши снимем в конце, когда она выйдет. Потому что там есть резкие горки. Она забыла, кстати, кроссовки в номере. Нам еще нужно вернуться за кроссовками, а GoPro садится. Так что все, вырубаемся, встретимся уже на фестивале с машинами. Покажись всем, прикиньте. О, мне такой больше нравится, мои рубашки. Круто, что есть деньги, можно купить, что хочешь, позволить, что хочешь, любые аттракционы. Я об этом говорил только что Маше, потому что раньше я там экономил, собирал, блин, очередь за билеты. Есть больше возможностей во всем, не отказывается, да? Да, ничего не отказывается, круто вообще. Стремился к этому всю жизнь, вот и добился, и вы добиваетесь. Стремился. Тут все пришли фоткаться, мы с Машей без телефона, потому что едим на аттракционы. Там только что дед Гуцул поиграл на этой палке, тримбите, да? Говорит, тримбиту... Народ, тримбиту послушали, кидаем в шапку деньги. Ты слышно? Не, не слышно. Блин, это очень смешной день, Стань. Это бизнес. Бизнес, Гуцул. Пожалуйста, стикет. Тормозы, пожалуйста. На воду, на воду, на воду, на воду, на воду, на воду, на воду. Тормозы, на воду, на воду, на воду, на воду. Тормозы, на воду, на воду, на воду. Тормозы, на воду, на воду, на воду, на воду, на воду. Тормозы, на воду, на воду, на воду. Ну, а теперь точно отправляемся, чтобы оно нам нужно. Как тебе, Маша, треклило? Да, это такое дискотечное, даджитское. Маша решила забрать кроссовки свои. Там не Гуччи, конечно, за что купаться. Я ей сказал, двойновые куплю. Но она их любит, и поэтому решила сбегать забрать. Давай недолго. Я тут подожду, пока никого нет. Ребята, мы выехали с Буковелли. Сразу же закончилась хорошая дорога. Я боюсь, что до фестиваля мы, если сейчас доедем, может быть, долго будем ехать. И дороги вообще... Вроде бы как нормально, но местами попадаются ямы. А в горах должна быть хорошая дорога, на серпантине особенно. О, видишь? Капец. Мы медленно от входа до вечера будем ехать. Это самое кайфовое, что может быть, ребята. На моей тачке ехать по серпантину по горам и наслаждаться видом. Офигеть. Давно об этом мечтал. Зимой не кайфнешь так. Жаль, покрышки зимние спереди. Ты в повороты быстро не войдешь. А почему машина закрыла? Ты же открывала. Потому что я ее закрыл. О, кайф. Красиво. Вау, как красиво. Мы ехали. Только рухатись прямо от продовж 20-й хвилин. Окей, продолжим рухатись. Круто, когда тебя окружают горы. О, какое футбольное поле у нас в городе такого нет. В большом. Как где-то в Закарпатье. Офигеть просто. Едем мы уже час на этот фестиваль. И нам показывалось сначала 2 часа ехать, а уже показывается еще 3 часа. То есть в сумме 4 часа. Сколько нам показывают? Что ехать 3 часа 30 минут. Стоп. Тут еще в навигаторе есть 4 плаи. И мы не знаем, какой ехать. И мы едем, нам постоянно разное время показывают. Интернет пропадает. И фестиваль заканчивается в 6 вечера. А сейчас 3 часа дня. Походу нужно разворачивать. Алло. Алло, привет. Чую, скажи, пожалуйста, плаи это типа от Буковеля 200 км или 100 км? Не знаю, точно не пить. За Мукачево? Там в угол маски подивись. Ну там 4 плаи разных. За Мукачево, Воловец. Я можу локацию скинуть. Скинь мне, пожалуйста. Балестин, только что мне геолокацию показывает 4 часа 22 минуты ехать, представляете? А мы смотрели, ехать было час. Мы едем уже час, и нам показывают все равно 4 часа. Короче, оказывается, в горах тут навигатор заглючил, или мы неправильно ввели, не тот плав, потому что их 4 есть. И что? Ну ты ехал сюда? Едем домой? Ну окей, едем домой. Ну как ты хочешь? Ну мы приедем, прям все разъедутся уже. Ну да. Конец фестиваля будет. Ну мы еще на горках покатались, просто позавтракали там. Типа не спеша пофоткались, возле речки часик постояли. Если мы спешили, мы приехали, еще часик фестиваля успели. А сейчас если мы поедем, за 4 часа мы доедем прям в конец фестиваля. Нет смысла, я думаю, едем домой. Да и все. Нафиг эти тачки вообще. Мне неинтересно, если честно. Я так думал, просто вам поснимать тачки, а мне неинтересно вообще абсолютно. Мне больше интересно в речке ноги помочить и на горках покататься. У тебя? Мне тоже. И так красиво очень. Блин, как тут уютно. Там пацан набивает мяч на газоне. Посмотрите. Но через камеру не передать, как там прикольно. Газончик такой ровненький. Меня бы сюда в горы. В Букреле лучше приехать, чем туда, потому что в Букреле много всего есть. А там даже нормального отеля нет. И то, что есть, там уже занято все. Как я Колян сказал. И Колян вообще уехал с утра. Я думал, к нему поехать сегодня. Смотрю сториз с самого утра. Он уже уехал. Я едем домой. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если хотите больше лайфстайла. Мы едем домой. Давай я буду монтировать влоги. Добрый день. В связи с чем? Прошу. В связи с чем? Сценарный пост проводится на первый час отработки. В связи с проведением операции «Мигрант». Перевирка документов водителей, пасажиров. На предмет того, что есть... Короче. Иноземцы... Я понял вас. Но по законам я не маю вам показывать. А кому? Полиция показывает? Полиции, да. Вы не представились просто. Я представился. Вы удостоверение не показали? Поможу, показать. Я покажу. Не, не треба. Все нормально. Не переживайте, я вам отдам просто. Зруши, что мне так. Да. Добачьте. Нам тоже. По закону я вообще... Поставить, это незаконная штука. Знаешь, что я, Маш? Будешь знать на будущее. Я могу не показывать ничего. Я мог поставить с ним опять 15 минут, как в предыдущем видео. Поссориться и сказать ему, чтобы он изучил законы. Но сейчас я спешу. Ну, уже вторая часть. Вторая часть, да. Я просто спешу сейчас. Не хочу ссориться, потому что они не знают законы. Что я знаю? Пост этот, это все незаконно просто. Он должен мне вескую причину остановки предъявить. То есть, или нарушение должно быть. Он должен показать доказательства нарушений. Или моя машина должна быть где-то там в угоне. У них должна быть, это как называется, ордер или орден. Ну, короче, типа, что-то такое. Или я там убийца. То есть, прям мои номера, моя машина. Просто так останавливать не имеет права. Ну, ладно. Мы спешим просто покупаться сейчас. Мы с Машей остановились опять возле речки умыться перед отъездом домой. И целый час провалялись на камнях, на каменном пляже. Мы с Машей нелегально пробрались через сетку. И на нас смотрит охрана, чтобы быстренько сделать фоточку. Давай. Ну, круто, теплый очень ветер, вечерний. Мы с Машей поехали, сгубнулись на Бэтмене, мы не снимали видео. Слава богу, что не снимают. Я в одних плавках была, кричала и падала с этого Бэтмена. И у нас открылся очень крутой вид. Вид на самую большую точку Украины. На русском Гаверло, на украинском Гаверло. The highest point of Ukraine. Гаверло, да, на русском? Гаверло. Вот прям под нами проходит велотрасса, на которой я снимал один из видосов. Вот тут вот в углу, ребята. Ссылочка в описании. Тут как раз Мэлэй упал вот прям подо мной и там дальше еще раз. И я смотрю, ничего не изменилось. Я тут два года назад катался, трасса такая же, как была, такая осталась. И плохо очень, что не развивается строительство этих трасс. Нет прогресса. И типа Буковель не заманивает сюда покататься. Потому что это очень скучные трассы. И тут нечего делать их всего там 3-4 штуки. С других странах в город строят куча велотрасс. Тут только лыжных штук 100. А велосипедных 3 где-то. Почему не построить больше? Там стоит хаский хаос. Просто собаки в запрете кучка в палатках живет. Не знаю, сколько их там штук 10. А зимой они, по-моему, таскают санки с людьми. Эксплуатация животных это нищие качества человека лишь себе. Нужно убрать такое, чтобы сделать этот курорт идеальным. Вот это убрать нужно. И Гуцуленд там животных тоже держит. Ну, в зоопарке это плохо. Что хоть в зоопарке вы плохие. Животным нужно жить зверами на свободе. За все выходные увидели двух велосипедистов. Велосипедный спорт не развивается пока верно. Двух или трех велосипедистов? Там пошли в четыре велосипедистов. Не, по-моему, два и там один отдельно. Был три велосипедиста мы увидели за все выходные здесь. И, ребята, если настроите трасс, здесь будет очень много людей кататься. Я уверен в этом. Потому что сейчас за границу сложно выехать. Я хотел за границу покататься на велике. И с этим карантином нельзя куда-то съездить. И у нас нет тут трасс никаких. А хочется покататься в байк-парке. Только что попросил Машу встать в туннеле, чтобы сняла мне видео, как выхлоп в туннеле громко звучит. И там уже какие-то машины к ней подъезжают. Через сплошную переезжают. Но противоположка пытаются подобрать ее. Блин, там птички, ласточки летают. Я их испугал. Там качка затонилась. Уже звук на открытки. Тебя подвезти куда-то надо. Я говорю, нет. Я думала, что снимаю вообще. Убежали. Я видел, что Маша цепляет на весь фунду. Оставляю тебя и все уже. В туннеле. В туннеле, блин, в платье. Машу, 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 Таре. Алло, Муск, мы все заедем? Да, блин, там же была парковка сверху. Потому что где парковка? Мы только что ехали, они там сверху. Где парковка? Там парковка сверху. Только что сказала, ты говоришь, нет, тут парковка. В смысле? Да, выезжай наверх теперь, но там была парковка. Где была? От там была парковка. А прямо в здании? Да. Там открыта парковка будет. Я не понял тебя. Дай проверю. Эти? Так узко. Капец. Нужно было просто сильнее вставить. Я вроде умею сильнее вставлять, но что-то не получилось с карточкой. Ну да, первое впечатление. Маш. Уютненько. По сравнению с тем номером за 5000 завтраками, этот номер 2000 завтраками. Так вот сравниваем. Тут как бы более-менее уютно. Нужно закрыть окно. Тут в центре какой-то концерт. Да, но тут какой-то язык, музыка, шум. Просто у нас вот сам центр, прям центр. Вид. Смотри, это центр, Маша. И тут концерт какой-то. А у нас еще балкончик есть, правда. Дай-ка посмотрю, что там в этом балкончике. Вот, вид с балкона какой-то офигенный. Смотри. Салат. Салат. Салат, я снял. Смотри, стройка справа сразу же. Возле нашей стены, смотри. И прям вот этот центр Буковяля. Ну, по одной стороне это круто, а с другой стороны мы снимали Ах, лысина, блин, это. Облесел уже с этим ютубом стресс. Закрывай этот, если бы еще музыка играла, то непонятно, что за звуки. По сравнению с Reddison Blue, ты заметила, что там вчера был тоже концерт, что-то мы закрыли номер, закрыли окно и ничего не слышно. Просто мертвая тишина. Стены толстые, окна толстые. Ну, вот там вот качественно. А тут мы закрыли балкон, слушай, и все равно все слышно. Да. Ну, это из-за этого дешевле. Но реально номер уютнее. Ну, типа все так. Прямо как квартира какая-то. Да, как апартамент. Тут сразу есть плита, кран. Давай еще посмотрим душ. Тут сияс. Ничего лучше смотреть. Ванны, конечно, нет. Как в Reddison Blue. Пол без подогрева, я уже стал мне холодом. Пол без подогрева? Да. Ну, заметь, лорок. Пол фен, нормально. Там тоже был фен. Сколько там мыл было, шампуней, все заставлено. Ну, короче, если ты вот приезжаешь в этот номер, тебе будет офигенно первый раз. Но если ты уже в Reddison Blue останавливался и потом сюда, то на контрасте такая дешевизна и она чувствуется, да? Ну, прям... Ну, мне тоже норма. Реально, прикольно. Уютные апартаменты. Большой номер. И за 1400 гривен, а завтраками с парковкой 2000. Это круто. Прям в центре, самому. Все, ребята. Мы ложимся спать завтра домой. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравился лог, потому что вы хотели лайфстайл-блоги. На подушках печеньки. Ха, хвоя. Прикольно. Вы хотели лайфстайл-блоги, я вам снял. Да, дальше мы едем в поролонку, там будет каточка крутая на дёртах. И сурон починится аккумулятором где-то на Doom. И будет экшен. Все, спасибо за просмотр. Пока. Проснулся, открыл балкон. Где-то 5 утра. И так кайфово было спать, пока какой-то пидораска не закурил сигареты. Закрыл. Сейчас проснулся 8 утра. Открыл, и опять кто-то курит. Просто кто-то приезжает, чтобы покурить сигареты на свежем воздухе. И испортить свежий воздух. Не понимаю таких людей. Ты же приезжаешь в Карпаты. Круто же просто кайфануть, на чистом воздухе подышать. Короче, лучше приезжать и селиться не в отеле. Или там винят балконы. Ребят, назовите мне хоть ещё одного водителя, который объезжает бабочек. Я объехал около 30 бабочек на дороге. Притормозил её резким врывком, объехал. Ну, одну зацепил. К сожалению, жаль. Но остальные даже люди... Вот одна ещё пролетела над нами прям. Их много тут. Остальные водители, я смотрю на встречке. Проезжают прям у них, косят их постоянно. И я думаю, что... Просто все смотрят на встречку, там, на знаки. А я смотрю на всё. Абсолютно на всё. Глаза бегают только. Разминка хорошая для глаз. Вот ещё одну спас бабочка ночную. Бабочки. Спас. Самая главная бабочка. Самая главная бабочка от скуки спас. Ромная отвёз. Горы отвёз в Карпаты. Пишут 50 ограничений, но мы едем 17. Какой я 50, вы чё? На такой дороге. Чтоб колёса ставить тут все. Смотри, как все гонят. Вот на этой дороге я сел на днище. Где-то выше, там, там жёстче ещё. Сука, глушителем прошёлся. Разогнался 10 км в час. Зря нужно было пятёрочку ехать. Нужно снимать ещё и на дорогу смотреть при этом. Чтоб опять не сесть. Сейчас опечатляйте тот участок, где я сел, отнищил. Вот этот участок самый жёсткий, ребята. Вот здесь такие волны, что легко сесть с днищем. Всё. Вот это капец. А потом продам. В хорошем состоянии тачку погнал по этим кочкам, чувак, на джип. Это жёстко. Аж прицеп от чувака подлетает. Справа все обгоняют. Справа я ехать точно не буду. Если можно было бы ехать в Франковск через, там, Румынию или Польшу, я бы объезжал. А то из-за карантина нельзя выезжать за границу. Я бы 2000 км проехал лучше по нормальной дороге, чем 50 км по такой. Хотя тут не 50, а тут где-то 30. Плохое. Но всё равно это капец. Ехать долго очень нужно. Всё, ребят, приехали в этот самый жёсткий участок. Но ещё в Франковске, я не знаю, там 30 км просто вот такой вот плохой дороги. Где больше 20 дней не поедешь. Короче, хочется в Европах кататься на этой тачке реально. Уехать куда-то в Европу и там кататься по городам с великом, это мечта. Но карантин всё испуганит. Вот смотрите, кусок латки, просто 20 метров кто-то сделал возле своего дома. Положил, и всё, дальше через 20 метров, опять нет дороги. Продолжение следует... Мультик себя укусило только что. Мультик сама себя описывает. Мультик, он тебя лежит. Он лежит в тебя. Мультик. Мультик. Сама главная лежит, ты по первой. Хех. 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 Дови я твоему рубаху поцикну. Только Базвата, Базвата. Не, 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 это нормально. Мишанька... Я в шоу отъебал. Базвата пацан. Ди, 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 ды, вон. Я на этом сделал, нахуй, святый день. Почекаю. Сейчас. Мишанье короче, ты отличный. Красава. Мишанье... Мишанье, когда нарисаешь вечерин по коридорам, ты тинно да не встиг. И тут уже забрали твои все пацаны давно убитые. Аеееееееееее. И снова в своей голове я помню. Я помню. Я тебе помазгами, Ва-Ва-Ва-Люша, он же каждый репер то убитый в хлам. Андерраунд, шик. Вованчик, Вованчик, Вованчик. Ты был отличный. Но ты сдался. Но ты сдался, Вован. Вован, сука, ебаш на отличную. Сука, эээ, дивись, такая хуйня. Каким ты, кто тебе помогал. Но ты, ну, как не человек, поступил. Нахо я так? Горная вечеринка. Меньше пейте, пацаны. Я буду в видосе? Так. Если мать не будет падла запекать. Запекай. Окей. Все, давайте. Мишанье, не мешанье, я тебя застряну. Давай. Какой андерграунд. Подписчики. Ровно, город ровно. Нужно переезжать, да. Весело у нас, правда? В городе. Это я первый раз, ребята, вышел пешком за все время, без тачки, без сурона. И вот встречаю разных подписчиков самых. Я только что подошел к баймиксерам, поздоровался. Это пацаны, которые катались, ну я года три назад приезжал, они были маленькие, еще подросли. И Маша говорит, печально, что нет баймиксеров. А реально тут раньше по 20 человек собиралось. Уже умирает понемногу. Не только фрирайт, но и баймикс спорт. Маша, почему так? Сейчас все одни программисты, походу, будут. Тиктокеры. Тиктокеры, да. Да, то есть все живое превращается в виртуальное в мир. Какой-то тикток и всякая такая деградация, или мне так кажется, не знаю. Но как-то живее раньше было, что ли. Вот ребята гуляем с Машей по ночному городу ровно. Смотрите, как прекрасно. Это центральная, одна из центральных дорог. Один фонарь на 300 метров. Прикольно, да, нас гулять? Да. Люди боятся у нас без баллончика даже ходить. Только я без ничего хожу. Потому что ничего не боюсь. О, машина подсветит сейчас там. Ура, освещение появилось. Ура, освещение появилось. Ура. 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 Субтитры сделал DimaTorzok